Приветствую, это Вера Алексеевич, в направлении, которое я курирую. Для меня я хочу честь представлять вам первую редакцию поизда Киевича. Он не нуждается в особых представлениях, но для тех, кто все же не знает поизда Киевич, это представитель множества государственных наград, премий и медалей для развития газовой отрасли всей нашей большой страны и богатой на негра. Поизда Киевич начался в 1958 году, прошел до должности главного геолога главного геологии и сейчас, уже больше 10 лет, является главным аспектом Центра Шпильмана, начинка, исследовательства. И частичка этих новых знаний, кто из-за Киевич, готов ходить с нами сегодня. Поэтому прошу внимания, у меня большая просьба, отключите звонок на телефон, пожалуйста, чтобы не перебирать нашего уважаемого редкора. И, конечно, хорошо. Поскольку здесь народ является, как бы, часть, наверное, является членами общества инженеров, часть приглашена, но все хорошо знакомы с проблемами геологии, разработки и инженеров, поэтому у меня, наверное, нет особой необходимости доказывать, что достоверные запасы нужны на всех этапах освоения мусорождения. Ну и в геологии, во время поиска, в разведке, в разработке, потому что любая ошибка на всех этапах приводит очень существенно к финансовому затрату. Ошибки как в сторону завершения, так и в сторону занятия могут иметь очень негативные последствия. Вот в истории, по своей незаботной Сибири, таких примеров было достаточно много, и которые действительно имели определенные последствия. Ну, например, было такое месторождение поганское, скажем так. Вроде бы там никаких проблем нет, но вначале запасы были выражены около 100, а потом стало более 200. То есть хорошо это или плохо. Естественно, конечно, проблема, потому что инфраструктура создавалась под 100 миллионов. Подтверждены люди, государственные кампусы по запасу. Вот. А стало больше, что произошло, что были какие-то вещи переделаны. На логичной ситуации и на Вальдинском месторождении были. Ну, а сама торик, вы все прекрасно знаете, что начиналось, это месторождение с величины где-то там по структурам, где-то там 300, а теперь стало, ну, грубо говоря, 3 миллиарда. Естественно, вот эти вот вещи связаны с тем, что те запасы, которые подсчитаны по месторождению, они не являются самым достоверным. Поэтому вот эта проблема достоверности запасов, она всегда волновала всех нефтяников, и на это обращалось очень большое внимание на исследование именно достоверности запасов. По мере изучения исторождения происходит изменение структуры запасов. Ну, все знают, что запасы считаются по категориям. Если взять по мере достоверности, это накопленная, допустим, 100% надежность, все взято, все уже использовано. Теперь категория А, ну, плюс-минус, наверное, 5 или 10% максимум, потому что месторождение, это залежь разбурено полностью по сетке, экспансционной сетке по проекту разработки. Поэтому это очень достоверно попасть. Категория В, несколько понижена, но тоже достаточно высокая достоверность, а С1, это уже похоже, поскольку там только скважины, редкие разгадочные скважины. Не говоря уже, как и говорится, 2, естественно, те могут ошибки достигать на 50% или даже более. Вот по мере разгадки вот эта структура меняется. Вначале, естественно, конечно, никакой добычники категория монет, все постепенно по мере изучения меняется. Но проблема, что происходит с запасами по мере повышения степени изученности, вот эта проблема очень важна. Сейчас, по крайней мере, последние два десятилетия, вопросы связаны с подтверждаемостью запасов, ну, не так активно обсуждались в биологической литературе. Но в 60-е, 70-е годы это были очень вопросы серьезные, очень вопросы исследовались, и при том этой проблемой занимались очень серьезные ученые. Вот если я рассмотрю, все методы изучения подтверждаемости запасов, их можно поделить на три большие группы. Одна группа, исследователи говорят, нужно придумать или обосновать какие-то переводные коэффициенты, при помощи которых все запасы можно привести к одной категории. Ну, например, Трахмук Андрей Алексеевич предложил такие варианты. Значит, категория А1, категория B0, 5, категория C1 0,25, и категория C2 0,1. То есть, вот при помощи таких коэффициентов он предлагал перевести все запасы, которые числятся на государственном балансе, перевести к категорию А. Теперь, значит, ну, аналогичные, близкие какие-то цифры были показаны с торопением. Вот Жабрин, например, Игорь Павлович, Зыкин, Николаев, тоже предлагали, вернее, высказывали такое мнение, что категория C2 при переводе в промышленной категории подтверждается процентом всего на 30. Теперь новые структуры, то есть из C3, если переводить на конкурсалежи, могут быть и 10%. То есть, получается, в итоге 10-кратная неподтверждаемость, 10% всего подтверждается. А наоборот, вот в начале работ по Западной Сибири, в 60-е годы, по Минской области, Мейстеров, там, Калахмедов, Шпимов, все время посчитали цифры такие. Подтверждаемость C2 при переводе в промышленной категории АМС-1 подтверждается 5-кратно, то есть 500%. В 5 раз больше, чем считалось в категории C2. При переводе C1 в категории B где-то 1,4 это называется. То есть, вот это вот один из методов обоснования переводных коэффициентов для категории. Теперь, здесь нужно сказать, что специалисты все очень достойные, уважающие себя и уважающие своего рода, но тем не менее, вот обратите внимание, цифры от 5-кратного увеличения до 10-кратной неподтверждательности. То есть, разбер в 50 раз. Согласитесь, что достаточно серьезные такие цифры. Конечно, с такими материалами работать невозможно. Теперь второй метод. Да, я вам сказал только одну вещь. Все-таки здесь, хотя обученные очень серьезные, действительно уважаемые люди, но тем не менее, все равно проглядывают ведущий интерес. Геологи называли вот это 5-кратное увеличение, а полиэффициальные, что на 10-кратное, значит, не подтверждаются. Но, я говорю, это не потому, что они обманывают. Все материалы достоверны, все сделаны, все зависит от того, в каких условиях, в какое время и как они подсчитывались. Вот эти параметры определяются. И я по второй группе не сказал. Вторая группа, значит, метод обоснования или изучения подтверждальности предлагали специалисты активные образы. То есть, взять каждый раз, проследить во время река, что происходит за этим. По мере повышения степени излученности. Ну, первые скважины, там 10-я скважины, там следующая, там 20-я скважины и так далее. Что происходит, что меняется. Здесь, вот, среди этих исследователей были две группы. Одни говорили так, что изучали достаточно объем забережья. Как меняется объем забережья в процессе повышения степени излученности. Естественно, известно, что ошибки в определении запасов действительно связаны в основном с ошибками в определении объема. Порядка 75% ошибок связаны именно или площадь и сносности, или там в определении толщины, уровня контакта, и так далее. Именно то, что связано с определением объема. Остальные парады, там, корис, насыщенность свойств людей и так далее, они не так сильно влияют, хотя могут тоже дать ошибку, но они не так сильно влияют. Вот. А другие, наоборот, в частности РНС, Феги, они говорили о том, что объем залежей – это особая статья, изучать надо только другие. То есть предлагали сделать только в пределах первую контуру. Вот как определили первую контуру, вот что происходит в этом контуру. Если залеж станет шире первого определенного контура, то, что выходит за пределы, брать, то есть в учет не брать. А то, что из него теряется часть и подтверждается, то можно брать. То есть это явно направлено на то, чтобы доказать неподтверждаемый запас. Это вот, опять, я говорю про ведомственные принадлежности, это РНС, в Моциальном управлении, вернее, в Моциальном управлении биологии Министерства и фронтной промышленности, Феги, это уже институт, это уже министерство. Поэтому вот эти вот методы, они не пошли. Почему еще, кроме того? Это сумасшедший объем работ. Согласитесь, вот только в фантомансийском поле на балансе порядка четырех тысяч залежей. Если каждый залеж прослеживает во времени, ну это надо посадить, я думаю, вообще всю геологическую науку России, и то не долей. Поэтому, естественно, казалось, что это нереализуемо. Вот, теперь, значит, я сказал, что разбег между разными оценками достигает пятидесяти крат. Естественно, вот, несмотря на то, что занимались очень серьезно этим вопросом, достаточно долго, потом пришли к приводу, что это бесполезное дело, потому что, ну, такой разбег, ну, как применить? По отдельным залежам, если мы смотрим, каждый залеж на индивидуальный и данные по одной залежи нельзя распространить на остальные, на другие залежи. Это бесполезно, это невозможно. Вот, поэтому в свое время как-то это дело забросили. Я начал вот этой работой заниматься, она попутно мне возникла такая работа. Решил так, никаких параметров не искал, только запасы. И как они меняются, эти запасы, вопреду? То есть, при изменении структуры запасов, что происходит с запасами? Теперь, как подготовлен материал? Вот это вот очень важная сторона вопроса. Так, это еще не забавно, это ничего. Вот. Значит, собран материал по всем залежам Конкуренсийского округа с 1960-го по 2006-й год. К сожалению, последние годы у меня уже возможности пополнять не было. И по каждой залежи, за каждый год собрана такая информация. Добыча годовая, добыча накопленная, категория, а геологически извлекает, категория, да, геологически извлекает. Цель, я не прав, но, по крайней мере, толщина коллектора, то есть, во время приходит, во время, во время, постановка на баланс, естественно, учитывается. Основные подсчетные параметры, полиции, нефтонасыщенность, потенциальность, свойство нефти. То есть, вот, масса информации собрана по каждой залежи, динамик. Ну, в общем, если вы немножко представляете, это делает вообще сумасшедшие работы. Все равно, даже без никаких этих вот деталей строения залежи, без этого совершенно. Но все равно, если посмотреть, в экзаке таблица такая. Колонна около 300, и строк 3,5 тысяч. Вот примерно такая таблица. То есть, вот, эта информация собрана в таком виде. Теперь я хочу сказать, что за эти почти 50 лет с залежи происходили много всякого рода изменений, трансформаций. Ну, например, сначала месторождение было одно. По мере разведки месторождение разбилось на несколько дел шестин. Как их во времени проследить? То есть, приходилось пересчитывать. Если месторождение было одно, а потом стало несколько, и за тот период, когда все было единым, запасы поделены пропорционально тому, что есть настоящая река. И наоборот, если было несколько месторождений, но они стали, несколько залежей, они стали едины, то, соответственно, это делалось. То есть, превратилось все к единому. Кроме того, еще были случаи такие, что баст. Сначала был один, а потом через некоторое время, значит, распал на несколько частей. И, наоборот, бывали случаи, и обратные были. Было несколько, потому что оказался контакт один объединяли. Вот эти все вещи, значит, они приведены. То есть, вот эта работа, очень кропотливая, долгая эта работа, такая выполнена. И, кроме того, еще какие были проблемы. К сожалению, в истории изучения месторождения было очень много случаев, когда были серьезные, допущены ошибки в оценках запасов. Вот я сейчас одну картинку вам покажу. Вот смотрите, вот здесь показаны запасы залежей Q2 в Восточную годскую месторождение. Видите, сначала извлекаемые запасы начали до 280 миллионов. Потом, в связи с тем, что запасы оказались все малодепятные, и в начале, в конце 80-х запасы списали до 20 миллионов. То есть, чуть ли не 15 раз запасы стали меньше. Вот если бы я эти данные использовал в таком виде, какие они есть, естественно, это только ковардак полный. Поэтому, вот такого рода ошибки, они тоже приведены. Мы именно внизу, вы видите, проходите с точками, это уже пересчитанные запасы. Что я использовал для потом последующих расчетов. То есть, взятые за истину, может, это и не так, конечно, за истину взятые последние цифры запасов, и по ним пересчитаны все допущенные ошибки. Таких, хотя город было много, вот, Красноленецкий свод, например, доходило где-то в течение под 800 миллионов, а потом 500 миллионов на это расписали. Аналогичная работа была по Баженовской свете, Салайма, там где-то было 750 миллионов, потом стало где-то 20. То есть, масса была таких случаев, естественно, они вычищены. В конечной таблице, которую я называл, там 300, 3 тысячи, там с половиной строк и 300 колонок, вот там они вычищены. Теперь, я уже говорил о том, что каждый залеж, она индивидуальная. Если по одной залежи считать, то ее нельзя будет применить к чему-то другому, к другой какой-либо залежи. Поэтому, значит, сделано такое решение, чтобы все залежи группировать по каким-то принципам, ну, например, по размеру. Все залежи до 0,3 миллиона, от 0,3 миллиона до 1 миллиона, от 1 до 3 миллиона и так далее. То есть, залежи группированы по размеру. Дальше, группированы они по годам открытые. Все залежи открыты в 61-м, 65-м годах, 66-м, 70-м годах и так далее. По толщинам, по разным параметрам, то есть группированы. И еще одна тонкость. Вот что нужно иметь в виду? Что если брать динамику запасов по залежам во времени и их суммировать так, как они на государственном балансе, то есть по мере входа постановки на баланс, то залежи оказываются совершенно разными, при разном состоянии изучиваются. Одна залежа открыта, а другая уже кончилет разработан. Поэтому, если их все в пучу сложить, опять получится ковардак. Поэтому я решил все залежи привести к единой дате открытой. Первый год открыт. Независимо от того, открытые это в 61-м году или в 2001-м году, они все имели первый год открытый. Ну, естественно, по тем залежам, которые открыты в 2001-м году, история жизни залежей невелика. То есть, получается, там было вот 50 лет, а то есть 5 лет. Поэтому вот этаким залежей последняя цифра считалась на весь период. Просто считается, что без изменения практически, потому что другого выхода нет. Вот. Теперь, значит, вот таким образом материал подотоплен. Вот здесь я хочу показать одну скиночку. Вот смотрите, что происходит с запасами. Вот, что C3 нарисовано, это перспективные ресурсы до открытия залежи. Вот эти ресурсы. Коскоголение первой сквады переходит в категории C2. Частично. И частичные безопасности C2 переходят в C1, а часть остается в C2. То есть, из C3 в C2 переходят с кэффициентом, кэффициентом X. Далее, C2 в C1 переходят с кэффициентом X. Далее, C1 переходят вот эти вот NDA, написано на коколе добычей QRA плюс B. Я для простоты последние категории объединю. Потому что, если все категории указывают, то это получается очень-очень большие расчеты. Да и потом, особой необходимости в этом нет. Дело в том, что наличие C1, это уже для шриферной разработки почти вон стоит хватает. Пекегории, не говоря уже о категории А плюс B. Поэтому для упрощения этого сделано. То есть, в итоге получилось вот здесь сделано три коэффициента перевода. из C3 в C2X, из C2 в C1Y и из C1 в высокие сегории C. Вот так происходит изменение запасов в целом в процессе биологического изучения, в процессе разбережного храма. Вот с использованием вот этих коэффициентов я просто задался определенными коэффициентами X взял 0,9, Y – это пока теоретически, так сказать, расчеты. X – 0,9, Y – 0,8 и Z – 0,5. Вот с этими коэффициентами рассчитана на 10 лет рассчитана структура запаса. Как будет меняться? По мере изучения запаса. Видите, вот C2. Ц1 был 100, а потом Ц2 на последние даты полностью исключено. Ц1 тоже какие-то изменения происходят. А накопленный, например, расчет от до полного исхода запаса по сравнению. Теперь, значит, с учетом вот этих... Значит, на основе вот этих причин предложен три варианта обоснования подтверждаемости. Снова к этому перехожу. Вот здесь... Вот только 8 попали, вот эти, да, 10 я просчитывал. 10 разных структур запасов при различных соотношениях категории, там, C2, C1, A, B, C2, A и накопленный добычный. Вот получается в итоге три у нас имеется, неизвестно, X, Y, X, Z и, ну, порядка 10 разных соотношений. То есть в принципе можно чисто, алгебраически решить три уравнения с три неизвестными. То есть это на самом деле, вот когда вот эти расчетные таблицы, значит, я пробовал их решить, все решается, все обратно можно выйти к тем же коэффициентам, которые я, наверное, задавал. То есть запоминтируют, наверное, добычное решение объемных реализов, реализов, реализов. Действительно, все вроде бы просто и ясно, действительно, вышел на те цифры 0908 и 05, ну, было бы все прекрасно. Когда стал делать это для реальных, уже не надуманных цифр, а для реальной структуры запасов, получились запомнили какие-то сумасшедшие вещи. Потому что то получили, значит, 25 подтверждаемых, то минус, там чуть ли не 16. Ну, самые сумасшедшие цифры, которые, естественно, конечно, использовать невозможно. И я пришел к выводу, что вида оказывается в том, что когда я рассчитывал, я брал, что эти коэффициенты постоянно за весь период поисково-разведочных работ и освоения, коэффициенты подтверждаются постоянно. И то, что я задавал, то и было. А в реальности это происходит, очень сильно меняется от раза к разу, очень сильно меняется величие этих коэффициентов подтверждаемых. В какой-то случае, допустим, увеличивается запасы промышленной категории, по идее, С2 должны были бы уменьшаться, а они тоже увеличиваются. И в итоге получается отрицательное увеличение. И, в общем, в реальном условии показалось, что это использовать невозможно. Вроде некрасиво, математически чисто, то есть решаются три уравнения, решаются коэффициенты, лучше не будет лучше. Но реальность такова, что использовать, как кажется, какие-то невозможно. Теперь, значит, снова предложен был уже другой вариант. Вот это таблица подготовлена для корреляционного метода. Вот взяты, значит, даже с левой стороны таблицы, там показана эта структура, и как меняется структура запасов по библиотности, а вот справа из них уже сделано так, тендево, накоплено добытие, ну, из той таблицы это взяты, вот здесь сумма всех категорий АС1С2, следующие накоплено добычи плюс АВ, АС1С2, и следующие АС2 и все оставшиеся запасы. Для чего это сделано? Чтобы посмотреть, что происходит. Ну, допустим, идет процесс добычи. Раз добычи идет, запасы, вот эта сумма запасов АС1С2 должны уменьшаться. Логично списывается. Точно так же, если у нас растут запасы накопленной добычи плюс АВ, должны С1С2 уменьшаться, ну, и следующие таким же образом. Поэтому, вот когда таким образом просчитал, получил прекрасную зависимость. Действительно, такая зависимость существует. И, в итоге, получается, вот, по горизонтальности написано, запасы АВС1С2, а вот эта гигантность накоплена добыча. Вот величина, угловый коэффициент этого добычи подтверждает запасы, сумму вот этих категорий при добыче составляет множество. по тем данным, которые я в тое время задавал. Здесь следующее. А вот здесь уже реальные обстоятельства взятых антимасийского округа. Это на какой-то отдельной группе там. Кажется, если я не ошибаюсь, здесь взяты все залежи с размерами от 10 до 30 миллионов тонн. Все они собраны, сведены, как я уже говорил, к одной датик, и по ним произвел сопоставление суммы запасов и накопленной добычи. Видите, что происходит? Два этапа. Вот внизу, почти горизонтальная линия, это добычи еще практически нет, идет разведка, запасы увеличиваются, а не списывается практически, потому что добычи нет. И когда он достигает вот этого перелома, тут уже дальше запасы не растут, уже практически месторождение разведано, идет только добыча. То есть какое-то количество добывается из суммы категории списывается и так далее. Обратите внимание, что здесь 1,5, что вот для этого класса залежи, эксцент подтверждаемости, составляет не по полтора. То есть получается так, списывается один, скажем так, одна тысяча тонн, а добыча примерно составляет полторы тысячи тонн. То есть в данном случае в данном случае полтора, то есть 150 процентов. Ну обратите внимание коэффициент корреляции, почти единицы. И это практически свойственно для всех случаев, которые явно здесь имеют. вот здесь вот несколько, аналогичные же сопоставления, но здесь взяты отдельно два этапа. Вот горизонтальный – это этап разметки. Теперь второй этап – это начальный, начало разработки. А последний этап, во враге понимания, коэффициент сразу увеличивается. Это не всегда так, но достаточно часто месторождение на конечном этапе разработки запасов списывается значительно меньше, чем добывается. То есть коэффициент подтверждается увеличиться. Ну это видно хорошо по главу коэффициенту. Вот на втором этапе было 1,29, а там уже 2,0,0. То есть на списании от одной тысячи, там добывается две тысячи на кофе, 0,8. Так, это вот корреляционный метод. Вот здесь попроще. Другой метод – это анализ динамики запасов. Здесь, в данном случае, просто взяты, сопоставление, т.е. показывает динамика суммарных запасов. Вот ADC1 – ADC2. Отношение ADC1 – ADC2 – ADC2 – ADC2 на ADC1. То есть первый год, допустим, было 100 единиц. Теперь следующий год. А, больше, 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 больше. А там уже промышленные категории. То есть получается так. В итоге во времени, вот на первый год получается только 20% переведено в промышленные категории. Далее, следующий год это увеличивает до 40, до 100 и так далее, а там уже 180%. То есть по мере, если проследить одни и те же заражи во времени, то, в конечном счете, по мере изменения структуры запасов в сторону увеличения доли запасов более высоких категорий, запасы в целом увеличивается. Это свойственно практически в целом по Западной Сибири для всех случаев в жизни. Всегда запасы во времени растут. Я сейчас только покажу дальше, это будет очень хорошо видно. Вот, например, здесь показано по разным классам занятий. Прослежена та же динамика, которая для разных классов. Вот внизу, самый низ – 0,1 – 10%. Как был первый на данном открытии – 0,1. Как до конца, не меняется. Это для занятий с запасами менее 0,3 миллиона долларов. Следующий уже несколько выше, следующий еще выше и так далее. Вот там класс 10-30 – это уже там превышает 1,4-1 лет, то есть примерно 150. Очень серьезно зависит от размера месторождения, от размера задержек. Тут еще более интересная цифра. Вот обратите внимание, для очень крупных задержек. Стало 300 миллионов тонн, от миллиарда и более миллиарда. Самое высокое количество – 30-ти кратные. Вот мы сейчас возвращаемся к тому, почему получалось, у исследователей у одних было 10-ти кратное увеличение, у других – 5-ти кратное увеличение. Вот это и есть. То есть исследовали разные случаи жизни. Одни брали крупные, допустим, месторождения по большим, другие по мелким месторождениям. И у меня получился от 0,1 – коэффициент подтверждаемости до 30-ти. То есть 300 крат, не только там было 50 крат. Получается, 300 крат, в зависимости от размера, подтверждаемость пляжа меняется. Естественно, в таких условиях нельзя говорить о том, что можно брать какой-то единый коэффициент, переводной коэффициент и использовать для пересчета баланса. Это невозможно. Просто не дает никаких, невозможно использовать. Вот здесь… А, да. Значит, еще. Это вот один фактор. До этого я показал. Это в зависимости от размера залежи. То есть очень серьезно меняется во времени. Ну, вот я прокомментирую все-таки, я немножко не сказал об этом. Это, я думаю, вот то, что происходит для мелких залежей, происходит низкая подтверждаемость и для больших наоборот высокая подтверждаемость. Это связано, я думаю, с тем, что ни одному подсчетчику не придет в голову по первой скважине сказать, что эта скважина скрыла залежь с запасами 1 млрд. Естественно, никто этого не скажет. Точно так же ни один геолог не скажет, что вот этот скрытый залежь содержит 100 тысяч тонн запасов. Тоже не скажет. То есть все… Это чисто психологически, но невозможно. И, значит, любой специалист, уважающий себя, конечно, в каких-то разумных пределах назовет цифру. Ну, посчитали, обосновить, вот понятно, но в каких-то разумных пределах. А такие сумасшедшие цифры, естественно, называть не будет. Вот. Теперь, что касается по годам. Вот здесь все замерзли открытые 61-61 годы. Отверждаемся, смотрите, симпром. Ну, здесь сидит, конечно, самотлор. Никуда ходить не нужно, сидит самотлор. Почему? Потому что самотлор в свое время, по Ц3, если считать, там было немногим менее 300 миллионов тонн С3. Это было на самотлорской структуре, на Белозерной структуре и на Марковской структуре. Потом все эти три структуре уже в качестве, в качестве уже открытых замерзли, объединились. И запас сразу вырос. И конечная цифра. Уже в 73-м году запасы были 3,3 миллиарда тонн. Самотлора. Хотя начинали меньше 300 центов. Почему? Вот тут одно, но не только это. Кроме того, еще психологии срабатывает вот какого рода. В начале биолог-разведовцев работ в Западной Сибири. Своих специалистов-подсчетчиков практически не было. В основном нам помогали это Гипроводске вне идеи, вот эти организации, которые в Волгу-Уральской провинции уже перешли, уже видели снижение размеров месторождения и запасов и подтверждаемости. То есть разочарований было уже достаточно много у них. И естественно они эти свои разочарования перенесли на Западную Сибирскую землю. Это было естественно. И поэтому залежи оценились очень-очень аккуратно, осторожно. Несмотря на то, что каждый пробуренный скважин давал фонтан, по каждой структуре запасов оказалось значительно больше, чем числилось по категории С3, но тем не менее выполняли все это очень-очень осторожно. Что происходит дальше? Вот теперь обратите внимание, что по годам. Вот здесь мы смотрим 66, 70, 70, 75. Закономерно видно, все становится по предназначению меньше, меньше, меньше подтверждается. И последние годы уже, вот пожалуйста, смотрите, где-то порядка 0,4. А хотя там было 700 процентов, да? А здесь стоят процентов. Вот тут только одно есть отформление. Вот если вы обратите внимание, вот наверху черные линии. Это 81-85, середина, почему-то на русский штаналин. Знаете, почему это произошло? А вот, произошло. Как раз в эти годы открыты основные, наиболее крупные залежи неструктурного типа. Это природские, приразломные, там, технические скои и так далее. То есть как раз те залежи крупные, которые не могли быть подсчитаны большие ресурсы для длины на таких объектах. Это невозможно. Потому что, если мы как-то еще умеем оценивать все три структурных лорушек, потому что по замоку их загибли, все взялки, какие-то есть между ними. А наше съездное, к сожалению, не дает границ распространения с заменой. Даже коллектора не очень ясные, внятно определяются. Поэтому все не структурные лорушки вначале цены очень-очень мало. А потом они выходили далеко за пределы зарубкнутой изогибцией, становились все больше и больше. Естественно, многократно превысили те ресурсы 3, которые у них исчислились. Ну вот, например, приорк экстрагиде. Там малюсенькая была структура. Я не могла ошибиться, но, мне кажется, 108-я скважина. Там небольшой приток она дала. А потом пошли, когда у них все ниже, 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 ниже. Все крыло, значит, нефть, 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 и без края, без конца. А хотя там структурочка была малюсенькая совершенно. И сейчас обязательно же они не на структуре приурочены. А приурочен вот к этим, как раз, треноформам, которые на структуре приурочены. А здесь вот показано, что как раз в начале 80-х доля не структурных ловушек превысила. Если в начале было ее, то ли там не более, там где-то там вот, меньше, вот еще времени. Когда у нас с 7-ми, около половины прироста за счет не структурных ловушек. Естественно, поэтому их роль как раз и сработала. Вот в 81-85-е годы происходит заявление. Вот обратите внимание, что последние 5-ти лет, вот это вот 96-й юлевый год, там уже где-то было более 4. Ну вот, конечно, наверное, какой-то рост еще будет, но уже не так, как там. И в лучшем случае это где-нибудь на 0,5, там 0,55, можно отдать и они. Но, по крайней мере, уж точно можно сказать, что по последним открытиям новых залежей коэффициент подтверждается будет меньше 1, это абсолютно точно. Я думаю, больше мы таким вряд ли не побежим. Так, здесь сделано то же самое, но только по отдельным открытиям комплексам. Ну, вот смотрите, там UAS, UB, там A-чмаха, там U1, U2, там, U2, там, U2, там, U2, там, U2, там, U2. Ну, тут также видно, что вот самый сложный объект, видите, как считается, в половине, это A-чмаха и U2. А вот, который попроще, там, естественно, вот отказались, там получше. Здесь вот очень любопытный механизм. По ассаментам по группе A, B, B, S и T понятно, да? Вот, на первый взгляд непонятно, что происходит с Верховской Сибири. Это ведь, ну, серьезная, скажем, первая разведка. Вначале было, что первая объекта по половине есть чуть больше, а потом вдруг выскочила, как и не до 7. Что произошло? Дело в том, что, когда было достаточно объекта для нормальной разведки, после открытия, это все открыто было в начале 70-х. Практически на 10-15 забросили вообще этот объект. Ничего не делали. На нее не бурили. Случайно если попадется, так в скважину испытывали, а так вот ничего не делали. Но потом пришли времена тяжелые для геологов. Выполняли планы мелочи, поэтому завалились на геологовскую свиту, которые там, кстати, были очень маленькие, и сколько объект особого интереса не вызывал. Вот, и такая получилась величина запаса возрастить в 10 раз, от 40 миллионов до 400 миллионов, а возрастить суммарные запасы в этот момент. Так, здесь, ну, здесь показаны примеры сопоставления, вот, я говорил, корреляционный метод в начале. Сейчас просто показаны для всех запасов при разных соотношениях. Вот в данном случае С2 сравнивается с промышленными пропасами. Вот обратите внимание концерт подтверждается С2 при переводе и промышленном. Если брать все залежи Хабдамансийского округа, если все это, то получается подтверждается 1,7. Но это вовсе не значит, что мы этот коэффициент можем брать и сюда предпользоваться. Абсолютно нет. Потому что для мелких залежей, это будет опять, наверное, 0,1. Для крупных, если давно открыт, то будет 2,3. А если и последних лет открыт, то будет 0,3-1,4 и так далее. Теперь следующее, то же самое. В данном случае уже сумма С1С2 сравнивается с более высокими категориями накопленного значения А плюс 2. Здесь 1,29, подтверждаемся. Дальше. А здесь все категории по С1С2 с накопленным значением А плюс 2. Здесь тоже близко 1,24. Да, да. Вот накопленный значение А плюс 2 и запасы. То есть у нас еще не получается 1,27. У вас, вот если вы прочувствуете то, что я говорил, вас должно быть программно интересовать, почему не сравниваются отдельные категории, С1С2, С1, допустим, СБ, СА и так далее. К сожалению, я сразу за это дело взялся, а потом оказался одинаковым. Почему? Из-за того, что происходит неконтролируемые межкатегорийные переходы. Ну, например, из С2 и переходят в С1С2. Эти запасы не остаются полностью в С1С2. Сейчас можно идти в B. А может, как это определенный случай, и может идти в A и в добычу. То есть в итоге получается тот перевод из С2, который я бы должен был сравнивать с С2, и он возможно найти концовку, потому что это входит во все другие условия. То есть вот эти неконтролируемые межкатегорийные переходы, они не дают возможность определять подтверждаемость отдельной категории. Приходится делать только по суммам категории. Но вообще-то для быта, для нормальной работы, для нормального проектирования, я думаю, это почти достаточно. По крайней мере, мы можем оценить, что будет с С2 при их переводе в промышленные категории, в сумме, не выделяя отдельно C1, B, A и т.г. Но, в принципе, по округу можно. Отдельно, к сожалению, не получается, несмотря на все стороны. Теперь вот здесь вот, вот это и снова происходит. Вот это как раз тот случай, когда мы не можем проследить, то есть в итоге через какое-то время, настолько далеко все это дело уходит, что одновременно, вроде бы, происходит рост запаса промышленной категории, а С2 вместо того, чтобы уменьшаться, тоже растет, это добавляется. То есть есть такие случаи, что когда одновременно растет и то, и другое, и вылечивается. Ну, здесь просто там есть приведенные таблицы. К сожалению, это еще не видно, но в данном случае показывали по размерам, все коэффициальные по размерам, но вы не видите, я думаю, что я их сюда. Вот это вот простейший рабоче-крестьянский, надо сказать, метод показать, что происходит с запасами во времени. И здесь взяты элементарные вещи. Последние даты взяты за сто процентов, истина, за единицу. Теперь в начале берется, значит, отношение, рассчитанное отношение запасов на дату открытия, процентов от запасов и состояния на первые и первые половые годы. То есть по крупным сторонам, по крупным залежам, вот две эти сроки. Начальная цифра была где-то около 0,1. Только взяты. Потом это постепенно увеличивается, все увеличивается, доходит до единицы, потому что это 100%. А по мелким залежам, наоборот, начальная цифра была в три с половиной раза больше, 350%. А потом по мере, конечно же, все строится меньше, 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 а вот все и переходит. То есть это просто простейший. Главное здесь только было проследить одни и те же залежи во времени. Вот, между прочим, это уже не относится к теме сегодняшней лекции, но то же самое происходит и с коэффициентом нефтеотдачи. Если взять одни и те же залежи во времени, как это не смешно, но коэффициент нефтеотдачи со временем уменьшается. Спасибо. Спасибо.